здравствуйте в магазине сегодня тяжко снимать я буду жаловаться слишком громко народу мало но громко слишком громко кто-то просто громко снимаю в общем ребят наконец-то в икея нижний новгород собрали кровать с подъемным механизмом брим нас и мы готовы вам сделать сравнительный обзор мальм энд брим нас если смысл переплачивать если разница в подъемных механизмах или икея сделала тупо маркетинговый ход воткнув примерно одинаковую начинку оставив только разный визуал что ась ничего если продолжать продолжайте сам поднимать бушилья ты у меня дело ответственно так кровать брим нас цвета черный белый размер метр шестьдесят и насколько я помню должен быть еще и метр сорок если я ошибаюсь поправьте меня конечно сюда задрались а очень высоченный матрас кровать сама по себе высокая гораздо выше мальма ну почти на 10 сантиметров и вот мы когда сюда подошли дима говорит это как сюда забираться то есть представьте если ребенок маленький да там мама кормит и все это дело укатилась поэтому высоковато и опустить кстати нельзя мальм ниже это вот все-таки поудобней хвостик торчит дергаю а вдруг отвалится сразу скажу ребят по брим нас ам у нас больших отзывов нет почему он появился не особо давно вперед пандемии и заказываем два или три раза пока довольны целая квартира я думаю что старую кровать откроем и сравним прям да конечно я за счет смущает более тоненькая на давайте сравним сейчас покажем какой-то ниге раком кстати здесь какая-то петелька другая тяжелее все снимаем что кстати безумный запах какой-то химический это скорее всего будет открыт от каркас кровати ты мне кажется от матраса дим вот визуально реально одинаковые и сама конструкция расскажу как и покрепление они одинаковые так и по размеру и по ламели то есть я могу не пытаться что-то откопать ты а я нашла знаешь что пойдем вот смотри вот у мальма в уголках железные усилители а об этом я тебе попозже расскажу совершенно другое мы разговариваем с тобой о механизме подъема и короче смотрим одинаково как сама речный ноутом сам каркас речь но и сам механизм одинаково ну смотри дима джи логично не будет жить ей тебе а производить два вида подъемного механизма почему бы нет я бы какой-нибудь пара романтизатор других поставил бы есть да с другой стороны переплачивать за но при сборке это она уже идет разборным состоянием цена придется собирать ну да поставил более мощным аромантизаторы обусловила это тем что как раз разница круче там и поднимаются потому что например брим нас в сервере брим нас продать ребят без изголовья иметь это ввиду если вы решите докупить изголовья у кровати ценник вырастет уже почти под 29 тысяч рублей мальм 36 блин но нереально дорогие честно вот не кривя душой мальму клиенты довольны заказывают не часто ну может быть раз в месяц от силы в отличие например от других производителей и прям клиенты откровенно говорят что я возьму в икеи матрас а кровать я возьму другого производителя с подъемным механизмом добыть на рынке будет потому что можно например найти кровать примерно так тысяч за 17 до 18 за столько же купить классные в икеи матрас то есть за стоимость одной кровати маленьку бить кровать с матрасом но как эксплуатируется никто не знает вот мальм есть у нас в обзоре подъемный механизм room турму альбина делали у нее очень давно она живет она и прямо безумно просто довольно довольно из-за того что он очень вместительный сюда можно положить много сюда можно целую это целый огромный шкаф вместе и поэтому и этот предмет и довольно человек доволен этим так значит выяснили механизм одинаковый ламели одинаковые сам подъемник одинаковый я сейчас боюсь еще быть дернули месяц есть риск подняла я примерно с одинаковыми усилиями по высоте вам уже сказала обозначил что брено все-таки разные дим давайте стихи чисто с технической точки зрения ты вот про уголки хотел рассказать то чего я не знаю о мальма чтобы кровать сохраняла правильную геометрию не уходила в диагональ не разбал туда в робб в роббок не при вращался у моем идет крепление вот такой металлическую по ему мнению это немножко сомнительно для меня такая нации а это еще раз так добавлю какая добра вообще капец какой-то данное соединение она несет две функции она по моему идет как ножка должна быть по идее как порт да вот а мне нашли ножку и дает угол чтобы кровать не складывал в диагональ как домик карточный чтобы было ровная геометрия доказать а тут идет просто дополнительный угол тупо простое решение темновато конечно это доска дсп так как она идет площадь больше чем как бы сух площадь соприкосновения углов больше чем у мальма вот этот маленький теперь белый то чистый теоретически я думаю что эта кровать более крепкая такая бревность в чему где стенка тоньше меня вот это вот смущает но эта стенка то есть не того она сделана из обычного белый запил а вот эта кровать ребят состоит из ламиниках шпанированной бумаги тогда сайта да это сотовый наполнитель как у стола лак у лимона лишний лимон столов микки киевской мебели который используется по поводу прочности шпанированной бумаги у меня есть вопрос ну блин дорогого я пока не доверяю 38 ты 37000 плать моральный я пока бумаги не доверяю я лучше пока по старинке ближе к пилочкам кого уже бревна съесть в эксплуатации расскажите пожалуйста значит точно от насти купила в москве надо ей написать насти невская но посмотри но перебью чем последний нотку субы посмотри она идет одинаковое крепление звучит сделано смотреть идет одинаковое крепление к борту кровать сам борт и имеет толщину не изменяет помпом 2 и 2 сантиметра или да 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 и соответственно такое же крепление идет уже и у мальма да но у мальма она идет более толстых вот сантиметра 4 моим под пять почти на нормального толще чем мальма за счет своей сотовой структуры имеет более плотную доска более плотные не подвержена деформации кого-то ты сейчас можешь потрогать рукой она дам формируется вот она деформирована грамот жидкой да а у мальмы такого нету он более жесткий сбитый до сбитый но и при этом бред нас еще сильно больно задранные по высоте поэтому тут как вот палка до конца то это вроде как бы более прочный как может быть более долговечные да а и мучает крепление а тут мы не будем так же купаться в этом воду наливать вот кровати нет конечно но поместимость они одинаковые полностью но пока в нас еще не прилетала нет обратно не прилетала поэтому ребята давайте нам очень нужны ваши отзывы то что любит я как бы свое мнение сказал я пока еще бумаги очень сильным привыкли и не доверяю собрали потому что по примеру старешнице лимон как она быстро царапается и выходит из строя печально а у моим еще ужасно острые углы и убрину тоже но с другой стороны кто хочет пониже ему не маленький подойдет да и он уже сразу подойдет с изголовьем не надо вот эту толщину покупать да вот эта толщина это опять же лишние деньги любят тут очень так тонкая кейс так сделала очень без выбора да очень интересно вообще нет других кроватей до подъем чем берут это бесподъемного механизма чему железных нету поэтому ребята чтобы я выбрал из двух ничего ничего есть более достойной кровати например я бы взял бы бежим отсюда я бы наверное взял примус с выдвижными ящиками вот так и тягать ничего не надо скорее всего то в общем вот такой получился обзор главное посмотрели убедились что механизм одинаковый то что очень много споров было в интернете по этому поводу подписчики писали что механизм разный ребят механизма полностью одинаковые разницы нет в чем разницу мы вам озвучили от вас ждем обратной реакции в комментах кто уже пользуется вообще всех ждем в комнатах а вот кто пользуется ждем особенно расскажите как вам ну давай немножко человеке немножко позорим мы впервые в жизни за 10 лет узнали что икея матрасы начинает пахнуть очень химозой да ладно это ты узнал я знала до этого обращались клиенты часто воняет матрас просто ты с клиентами редко сейчас работал да ну извините но раньше такого не разуме на немеешь никогда на кто не говорил минимально сейчас мы кровать моим подняли а там настоящим китаем по заводским китаем бьют он клеем я грешил изначально лак от ламели думаю окна разуме это очень плохо ребят конечно не гуд ребята матрас вонючь не выветривается сдавать его нафиг звоните на горячую линию пусть приезжает и забирают удушевление процесс так это звоночек кровати это это уже давно звоночек или колокольчик даже целый колокол ну вот давайте давайте писать друг другу комментарии все горит о данных кровать ничего тебя не слышу да сегодня такой нет а реально не слышно друг друга на таком вот на таком расстоянии между нами доме полтора метра двух нету и уже мы друг друга не слышу день глухого собеседника ось вас в офисе ребятки мы вас безумно любим ваш неугомонный просит мы полетели дальше снимать дальше обзоры а вы смотрите пишите коменты и скоро у нас выйдет в лох в лохом интересный